12 октября 1983 года 12 октября 1983 года поздно вечером глава КГБ Виктор Чебриков вошел в кабинет министра обороны СССР Дмитрия Устинова. Они хорошо знали друг друга и потому обошлись почти без слов. Чебриков протянул Устинову листок бумаги и сказал, этого пока никто не должен знать. Совершенно секретно. 12 октября 1983 года. Москва. Председателю КГБ при Совете Министров СССР. Со 2 по 5 ноября возможен ядерный удар по Советскому Союзу. Источник в штабе объединенного командования НАТО сообщил, что команда о начале боевых действий может быть дана во время учений стратегических сил Эйбл Ачер-83. Военные базы по периметру СССР приведены в полную боеготовность. Начальник отдела Западной Европы КГБ при Совете Министров СССР. Американцы располагали высокоточными ракетами «Першинг-2», способными поразить любой самый укрепленный правительственный бункер. Шеф КГБ попросил Устинова подумать о защите руководства страны в случае начала боевых действий. Ядерный удар по Советскому Союзу в ноябре 1983 года так и не состоялся. Но по личному указанию Устинова в ленинградском КБ «Спецмаш» был разработан так называемый танк-политбюро. Или говоря официально, высокозащищенное транспортное средство. В его корпусе установили мягкие диваны, телевизоры и средства связи. Этот необычный танк мог выдержать 30-килотонный ядерный взрыв, находясь всего в 700 метрах от его эпицентра. Танк-политбюро был не единственной тайной нашего танкостроения. Сегодня вы впервые узнаете о том, как по заданию Хрущева создавался подземный танк, что танкисты делали на Луне. И еще о многих других секретных экспериментах, благодаря которым русский танк стал символом несокрушимой военной мощи страны. Бронированный кулак. 29 сентября 1916 года. Санкт-Петербург. Выпуски всех столичных газет сообщали о сенсации. Появлении в Британии бронированных сухопутных кораблей. Одновременно авторы статей обвиняли царских чиновников в том, что русская армия не получила чудо-оружие первым. Мало кому известно, что боевая машина Александра Пороховщикова «Вездеход» была испытана на 6 месяцев раньше, чем появился опытный английский танк. Но вместо того, чтобы доработать и запустить ее в серию, за два года до этого военное ведомство вложило гигантские средства в совсем иной фантастический проект. Секретно. 26 октября 1914 года. Петроград. Его превосходительству начальнику главного военно-технического управления генерал-лейтенанту Миллианту. При помощи изобретенной мною машины в одну ночь будет совершен прорыв всего германского фронта, и Россия выиграет войну. Начальник приватной лаборатории по военным изобретениям капитан Лебеденко. Лебеденко поверили. Действительно, его боевой аппарат в виде гигантского орудийного лафета высотой с трехэтажный дом, двумя тридюймовыми орудиями и шестью пулеметами выглядел устрашающе. Но на испытаниях огромная колесница застряла на первой же кочке, простояв так вплоть до самой революции, пока ее не растащили на металлолом. Первые советские танки «Русский Рено» и «МС-1», созданные в 20-х годах, были ненадежны и малопригодны к серийному производству. Однако их применение в конфликте на КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороге, в 1929 году, показало, что этот вид бронетехники крайне необходим красной армии. Тогда же была принята первая танкостроительная программа. Всего за одну пятилетку предполагалось довести производство до тысячи машин в месяц. Фантастически быстрое развитие советского танкостроения в 30-е годы, как ни странно, во многом обязано произведениям искусства. По указанию Сталина, за рубеж были проданы бесценные шедевры. Картины Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Рубенса, знаменитые пасхальные яйца фирмы Фаберже. Вырученные деньги пошли на закупку британских танков «Виккерс» и американских «Кристи», ставших прототипами первых советских массовых танков Т-26 и БТ. Но очень скоро лучшие западные образцы нельзя было узнать. Настолько много появилось в них конструктивных изменений. Улучшая боевые характеристики, советские конструкторы проявляли новаторство и смекалку. Вы видите уникальную фотографию танка с ракетным оружием, созданного в середине 30-х годов. На башне БТ-5 были установлены две 250-мм реактивные торпеды, сравнимые по мощности с авиационными бомбами среднего калибра. Тогда же на базе Т-26 создали первый радиоуправляемый танк. Он мог, не подвергая опасности экипаж, поставить дымовую завесу, распылить химическое оружие или доставить к доту противника полтонной взрывчатки. В 30-х годах танки стали своего рода национальным символом Советского Союза. Даже не слишком удачный, но зато единственный в мире серийный пятибашенный Т-35 до сих пор чеканят на медалях за отвагу. Многочисленные эксперименты создали предпосылки к революционному скачку в области проектирования боевых машин. В 1940 году в Харьковском КБ под руководством Михаила Кошкина был разработан Т-34, ставший триумфом советского танкостроения. Вместе с ним закончилась страница подражания и копирования зарубежных образцов. В декабре 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования готовила план наступательной Ржевско-Вяземской операции. Но для прорыва фронта катастрофически не хватало средних и тяжелых танков. Тогда у Сталина возникла фантастическая мысль перепрыгнуть через оборону немцев. Он срочно вызвал Олега Антонова и предложил создать летающий танк. Знаменитый авиаконструктор сделал планер КТ «Крылья танка», который прикрепил к легкому Т-60. Сохранилась единственная фотография, на которой планер «Крылья танка» запечатлен в полете. Осенью 1942 года бомбардировщик ТБ-3 поднял его в воздух. Вскоре двигатели перегрелись, возникла угроза пожара и пришлось экстренно отцепить трос. Только благодаря мастерству знаменитого летчика-испытателя Анохина Т-60 благополучно приземлился на соседнем аэродроме, перепугав его охрану. И все-таки этот опыт, пусть не совсем удачный, через четверть века привел к созданию абсолютно нового вида бронетехники – боевой машины десанта, способной прямо с неба вступать в бой. Великая Отечественная война вывела наше танкостроение в мировые литерки. Русских КВ, ИСов и 34-ок теперь боялись не только враги, но и союзников. 6 августа 1945 года на Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн словно невзначай сообщил Иосифу Сталину об успешном применении нового оружия – атомной бомбы. Расчеты специалистов показали, что в случае ядерного взрыва танк способен выдержать ударную волну и мощное световое излучение. Но как снизить воздействие радиации на экипажи? Совершенно секретно. 10 сентября 1954 года. Москва. Министру обороны СССР Николаю Булганину. Для получения данных об условиях выживаемости танковых экипажей в эпицентре ядерного взрыва на Тотском полигоне выделены два танка Т-54 и создана спецгруппа. Первый заместитель министра обороны СССР – маршал Советского Союза Георгий Жуков. Спецгруппой командовал главный инженер Института бронетанковых войск Александр Сыч. Незадолго на начало этой секретной операции к нему подошел академик Игорь Курчатов. Он сказал, если вы останетесь живы, вот вся бригада награждается такими-то орденами, а вам присваивают герои Советского Союза. 14 сентября в 9 часов утра танки вышли на исходные позиции всего в 5 километрах от цели. Спустя полчаса с самолета была сброшена 40-килотонная атомная бомба, в два раза мощнее уничтожившая Хиросиму. Как только прошла ударная волна, танки дошли до эпицентра взрыва. Чтобы выполнить необходимые замеры, экипажам пришлось выходить из боевых машин. Благодаря уникальным данным, собранным под руководством Александра Сыча, был разработан первый комплекс противоатомной защиты для бронетехники. Несмотря на это, заслуженную звезду героя Александр Сыч так и не получил. Он сидел перед войной в тюрьме и в камере смертников. Ему помог Беревин. Беревин. Его посадили в Сыча при Ежове, а Беревин, поступив, некоторых отпустил. Однако в 54-м всесильный шеф НКВД уже был расстрелян. А тем, кому он покровительствовал, новая власть не доверяла. Поэтому Александра Сыча исключили из списков награденных. Сегодня можно впервые раскрыть некогда секретный принцип действия противоатомной защиты танка. Установленный внутри машины вентилятор создавал избыточное давление, не позволявшее проникать внутрь радиоактивной пыли. Воздух для экипажа проходил через сложную систему фильтра. Автоматика закрывала бронированными заслонками оптические приборы и воздухозаборники. Кроме того, корпус танка изнутри покрыли специальным слоем, подбоем, защищавшим его от нейтронного излучения. В 1957 году первый противоатомный танк Т-55А был принят на вооружение. Т-55А стал танком стратегического сдерживания. Советский Союз в то время не обладал достаточным количеством ядерных зарядов и их носителей. Единственным ответом на вероятную агрессию НАТО могла стать стальная лавина танков. Поэтому конструкторы экспериментировали, стремясь довести их до совершенства. Сегодня мало кто знает, но для штурмовых операций был разработан огнеметный вариант машины, стрелявшей напалмом. Напалм мы называли сопли геппотама. Наливаете его в стакан, это серый, невзращивает ресурсовщийся жидкость. Она воняет резиновыми галошами и бензином, но прилипая к стакану так плотно, что вот человек стоит на 2 метра от вас, на 3, может, стакан вот так плеснул на него, она отстаивает почти до ног и потом запрыгивает к вам обратно в стакан. А вот когда она горит, она растекается, заполняет все трещины поры. Эксперименты шли по всем направлениям. Для преодоления водных преград в ленинградском КБ Жозефа Котина был создан первый плавающий танк с водометным движителем. Сейчас вы видите уникальные кадры госиспытаний, когда ПТ-76 с легкостью преодолел непроходимое болото. Он долгое время был главной ударной силой нашей морской пехоты и до сих пор стоит на вооружении армии более двух десятков стран. Удивительная история связана с нынешним премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. Соединение, которым он руководил во время войны судного дня в 1973 году, форсировало Суэцкий канал. Израильтяне переплыли плавающими танками нашими советского производства, которые им достались после 1967 года. И они перебрались на ту сторону, на территорию Египет. В конечном итоге это привело к разгрому египтян. В том же КБ Жозефа Котина пытались оригинально решить проблему улучшения проходимости тяжелых боевых машин. В 50-х годах был создан уникальный четырехгусеничный танк. При весе 60 тонн, благодаря уменьшенному давлению на грунт, он мог легко передвигаться и по рыхлому снегу, и по болотистой местности. А при движении по шоссе развивать скорость 55 км в час. Экспериментальный танк Объект 279 появился в 1957 году, когда был запущен первый советский спутник. Впрочем, космический дизайн этой машины, чем-то похожий на летающую тарелку, вовсе не был данью моди. Необычные закругленные края по всему периметру корпуса и почти 30-сантиметровая лобовая броня служили хорошей защитой от снарядов и от ударной волны атомного взрыва. Но в конце 50-х появились противотанковые управляемые ракеты. Так что эра тяжелых машин уже заканчивалась. 19 января 1960 года Япония заключила военный союз США и разрешила им размещение военных баз на своей территории. В ответ Советский Союз отказался передавать японцам острова Малой Курильской гряды. Обстановка на Дальнем Востоке накалилась. Лишь недавно стало известно, что именно тогда для быстрой переброски бронетехники через морские проливы конструкторами был создан необычный танк на подводных крыльях. Эти кадры секретной кинохроники, подготовленной для высшего руководства страны, показывают, как выглядело это устройство. Подводное крыло приподнимало тяжелую машину, что позволяло развивать огромные скорости. В Севастополе у нас в испытаниях всегда сопровождали торпедные катера. Больше никто за нами угнаться не мог. И из моторов, когда еще не выжили все, получали сигнал по радио. Ребята, сбавьте скорость, торпедные катера за вами не успевают. На начало 60-х пришелся пик хрущевских новаций. Он то провозглашал лозунги «Кукуруза, царица полей» или «Догоним и перегоним Америку по мясу и молоку», то обрушивался с критикой на молодых художников-авангардистов. Не менее радикально выступал Никита Сергеевич и в области бронетехники. Однажды на завещании главных конструкторов танковых КБ он вдруг предложил создать подземный танк. По мысли Хрущева, невидимая и неуязвимая для наземных противотанковых средств машина должна была выходить из-под земли прямо у позиций противника или даже за ними и устремляться в атаку. Котин, Морозов молчат. Тогда я говорю, Никита Сергеевич, это будет не танк, это будет какой-то крот, другая совсем машина. И он замолчал, перешел на другую, какую-то тему. Все были очень рады. Но на этом новации первую секретаря ЦК партии не закончились. Будучи поклонником ракетного оружия, Хрущев потребовал от конструкторов создать ракетный танк. Такую машину истребитель танков и Т-1 «Дракон» разработали на Уралвагонзаводе. На полигоне под Москвой в присутствии главы государства с дистанции трех километров «Дракон» поразил все мишени без единого промаха. Я стрелял по немецкому танку. Немецкий танк стоял на валу. И вот эта ракета прошла, значит, где-то чуть пониже гусеницы, то есть пробила два борта, и башня свалилась с этой самой машины. Восторгу Хрущева не было предела. Он приказал немедленно запустить и Т-1 в производство. ИТ-1 был выпущен малой серией, потому что его недостатки были слишком очевидны. Расстреляв ракеты, не имея другого вооружения, он становился бесполезен. Однако эти наработки помогли конструкторам в создании танковых управляемых ракет, запускаемых прямо через ствол орудия. Танк, сохранив возможность стрелять обычными боеприпасами, получил дальнобойное управляемое оружие, которое может сбивать даже вертолеты. В середине 70-х такое вооружение было установлено на всех основных боевых танках советской армии. Т-64, Т-72 и Т-80. Танки наши являются ракетно-пушечными, которые могут поражать объекты на расстоянии от 5 до 7 километров. Это придает нашему танку особые свойства, которые не имеет никакая другая машина в мире. Поэтому мы его рассматриваем и как элемент высокоточного оружия. Успехи наших конструкторов осознавали на Западе и принимали ответные меры. В 50-е годы в войска стран НАТО поступили новые мины, которые можно было устанавливать даже с самолетами. Тогда специалисты разработали необычную боевую машину-гибрид, которая на марше двигалась на колеса, а в боевом положении по бокам дополнительно опускала гусеницы. На этих уникальных кадрах вы видите, как она продолжает движение, даже потеряв три колеса. Хотя машина не была принята на вооружение, инженерные решения использовали при создании семейства бронетранспортеров, которые также были способны двигаться, потеряв несколько колес. В начале 60-х годов в Англии появился экзотический проект боевой машины с новым принципом движения. Секретно. 19 ноября 1960 года. Москва. Секретарю оборонного отдела ЦК КПСС Дмитрию Устинову. Британское военное ведомство приступило к созданию боевой техники на воздушной подушке. Рассматриваются варианты использования данного принципа движения для спасательных вездеходов и танков повышенной проходимости. Председатель КГБ при Совете министров СССР Александр Шелепин. Идея танков, летящих над поверхностью, понравилась Хрущеву. По его указанию, в ней трансмаш, началась разработка боевой разведывательно-дозорной машины на воздушной подушке, так называемого ползалета. Неожиданно выяснилось, что действующие образцы и подобные бронетехники были созданы в Советском Союзе еще в 30-х годах. Война помешала тогда довести дело до конца. И вот теперь конструкторы продолжили этот фантастический эксперимент. На уникальной кинохронике трансмаша видно, как этот почти космического вида аппарат легко преодолевает грязь болота. Кроме того, он обладал еще одним важным качеством. Результат был получен положительный при движении по грунту с частичной разгрузкой. Тем самым решать задачу, например, прохождение минных полей на машинах с воздушной подушкой. Мины при движении на воздушной подушке по ним не взрывались. Его недостатком было отсутствие брони. Иначе потребовался бы двигателю 20 раз мощнее танкового. Неудачный опыт создания подобной бронетехники неожиданно оказался востребован на флоте. Самый большой в мире корабль на воздушной подушке «Зубр», развивающий скорость более 100 км в час и высаживающий батальон морской пехоты с тремя танками на необорудованной побережье прямой наследник ползалета. В 1963 году невероятные проекты специалистов НИИ «Трансмаша» получили еще более неожиданное применение. Летом в институт приехал представитель ОКБ-1 Сергея Королева с предложением поучаствовать в космической программе и разработать шасси лунохода. Они слушали сначала как фантастику, потому что вот звучали в то время такие фразы там «создать луноход», значит, вот три месяца надо, чтобы он работал на Луне, там «такие-то массы». Все это, говорит, казалось фантастикой. Работы по созданию мобильной лунной станции имели высочайший приоритет. Даже смена руководства страны в октябре 1964 года, когда был отстранен от власти Хрущев, не отразилась на ходе работы. Вы впервые видите кадры секретного фильма об испытаниях советского лунохода. Специалисты «Трансмаша» разработали винтовые, шагающие, кувыркающиеся, перекатывающиеся аппараты. Но в итоге остался лишь колесный вариант. Мало кто знает, что луноходы были только частью большой программы по изучению Луны. Предполагалось, что они исследуют места будущей посадки и станут радиомаяками для основного и резервного пилотируемых кораблей. Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов, на котором имелась специальная площадка. Встав на нее, он должен был переехать к резервному лунному кораблю. Внешне на этой площадке космонавт напоминал бы водителя электрокара. Но на реализацию этого фантастического проекта средств не хватило. Первоначально будущих операторов лунохода искали среди механиков водителей танков. Но выяснилось, что им мешает навык вождения на Земле. Лучшие результаты показали инженеры-ракетчики. И все же опыт танкистов был востребован. Сложность задач по управлению и контролю за приборами потребовала формирования целого экипажа, как и в обычном танке. Уже в процессе тренировки появился водитель раз, штурман два, бортинженер, который принимает всю телеметрическую информацию и сообщает о ней. А кто должен командовать этими людьми? Командир. 17 ноября 1970 года весь мир следил за сообщениями ТАСС. Луноход-1 сошел на лунную поверхность в море дождей. Он проехал по поверхности Луны 10 540 метров, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий. Луноход-1 и Луноход-2 ни разу нигде не застряли. Вот не все знают, что американский луноход тоже был неплохой, но он застревал на подъемах. И были варианты, когда он просто не мог двигаться. Несмотря на успехи в космической программе, главной заботой специалистов Трансмаша по-прежнему оставалась бронетехника. В начале 70-х основным театром военных действий стали ближневосточные пустыни и азиатские джунглы. Движение по песку и болотистому грунту даже для танков было большой проблемой. Танк начинает срывать поверхностный покров, вырывает колею, буксует, ну и в итоге происходит посадка машины. Тогда специалисты института предложили очередное нестандартное решение установить на танке дополнительные двигатели от зенитной ракеты стрела. Конструкторы надеялись, что они позволят буксующей машине продолжить движение. Но управлять тягой ракеты было невозможно. И тогда появилась еще более смелая идея. На танк поставили два турбореактивных самолетных двигателя. И сейчас вы впервые видите уникальную кинохронику испытаний этих необыкновенных танков на реактивной тяге. Самое яркое впечатление, наверное, у меня осталось во время испытаний в Крыму, на Сиваше. Это бывший полигон авиационный, где бомбометание проводили. Много всяких ям и воронок. И разворачиваясь, машина начала кормой сваливаться в эту яму с водой. Но турбореактивные двигатели были включены в этот момент. И механик-водитель, отреагировав мгновенно, врубил их на полную мощность, тем самым не дав утонуть машине. Доболнительные двигатели, буквально пожиравшие драгоценное топливо, оказались слишком дорогой затеей. Но сама идея заимствовать у авиации силовую установку нашла продолжение. Совершенно секретно. 20 декабря 1980 года. Брюссель. Председателю специального комитета НАТО. Новые танки Т-80 представляют серьезную угрозу. Наш агент в ГТР лично видел, как советские танки обогнали автобус, шедший на скорости около 90 км в час. Это ставит все предыдущие расчеты вероятных боевых действий в Европе под сомнение. При такой мобильности русские вполне могут выйти к побережью Атлантики всего за 5 суток. Президент Федеральной разведывательной службы ФРГ. Секрет высокой скорости Т-80, поразивший западных разведчиков, заключался в газотурбинной силовой установке. Подобные двигатели применялись на вертолетах. Однако попытка установить их на танк сначала к успеху не привела. Авиационный вариант не выдерживал жестких специфических условий работы. Пыль, удары и вибрацию. Танковый газотурбинный двигатель пришлось создавать с нуля. И эту задачу решила КП имени Климова. Его мощность составила тысячу лошадиных сил. То есть почти на треть больше, чем у танка с дизелем. Появление новых танков, тем более с мощной такой подвижностью, привело к тому, что даже говорят, на территории Германии были чуть ли не ядерные мины заложены, чтобы не допустить прорыва советских танков на территории Европы. Восьмидесятые годы стали временем боевой проверки нового поколения советских танков. В многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке отечественная техника проявила себя великолепно. Особенно отличились Т-72 во время арабо-израильской и ирано-иракской войны. Там была бригада наших танков Т-72. Ее использовали там, где тяжело. Эта бригада быстренько прибывала в этих участках, делала свое дело и уходила. Развали ее Черная Смерть. Практически танков подбитых Т-72 не было. Вместе с тем советские боевые машины не могли в полной мере реализовать свои преимущества из-за отставания в средствах разведки, связи и управления огнем. И дело было не только в слабости отечественной радиоэлектронной промышленности. Ни один вид боевой техники не испытывал таких нагрузок, как танк. Вибрации и перегрузки в танке на два порядка выше, чем в авиации. Потому что приборы, установленные в районе пушки, они испытывают при выстреле пушки перегрузки порядка там 500, 600, 800, Ж. И все же к середине 80-х удалось решить и эту проблему. Фантастическая надежность танковой электроники была проверена совершенно случайно. 11 февраля 1985 года советская космическая программа оказалась на грани срыва. Тогда прервалась связь с орбитальной станцией Салют-7, совершавшей полет в автоматическом режиме. Неуправляемый аппарат без корректировки с земли мог упасть в любом из густонаселенных районов планеты. Устранить аварию на станции срочно поручили космонавтам Джанибекову и Савиных. Именно тогда вдруг выяснилось, что для ручной стыковки с Салютом нет ничего более надежного, чем танковый лазерный дальномер КТД-1. Сложнейший маневр с его помощью прошел успешно, и вскоре экипаж сумел оживить орбитальную станцию. 27 февраля 1991 года вооруженные силы многонациональной коалиции освободили Кувейт от иракских войск. А уже на следующий день, в 6 часов, боевые действия закончились полным разгромом армии Саддама Хусейна. Секретно. 26 апреля 1991 года Москва начальнику Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералу армии Михаилу Моисееву. Одной из существенных особенностей военной операции «Буря в пустыне» является применение новейших типов высокоточного оружия. Широко использовались спутниковые системы связи и разведки, а также автоматизированные комплексы управления огнем. Начальник Главного оперативного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Денисов. «Буря в пустыне» по сути открыла эпоху нового типа техногенных войн. Конструкторам стало ясно, что танк необходимо интегрировать в высокотехнологичную систему боя. Колоссальный опыт, накопленный еще советским танкостроением, был реализован в Т-90, разработанном в Нижнем Тагиле под руководством главного конструктора Владимира Поткина. Само появление этого танка в годы экономического кризиса явилось чудом. Чтобы получить средства для доводки машины, пришлось выполнить труднейший контракт с индийской армией. Надо сказать, что Поткин вложил в подготовку к отправке в Индию этих танков, вложил душу, и уже в день отправки он умер у себя в кабинете. В память о конструкторском подвиге Владимира Поткина Т-90 получил название «Владимир». Сегодня это один из самых совершенных танков мира. Система управления огнем Т-90 автоматически учитывает все необходимые данные для стрельбы. задача наводчика сводится лишь к тому, чтобы навести на цель. Причем ее можно взять на автосопровождение и орудие будет следить за ней вне зависимости от изменения движения самого танка. Т-90 способен поражать бронетехнику лазерно-управляемым снарядом на дистанции до 5 километров, что оставляет немного шансов противника. В этом неоднократно убеждались зарубежные специалисты, в том числе индийцы, закупившие новый российский танк. Все 10 ракет поразили цель, они, все эти 10 попаданий были в диаметре 1 метр. То есть вот эффективность стрельбы ракетой оказалась для индийской стороны неожиданностью и просто они были в нюхом изумлении. Значит, у них не было никаких комментариев. Широкое распространение высокоточного оружия в конце 20-го века заставило наших конструкторов повышать защищенность танка. Повышать защиту только за счет увеличения толщины брони, то танк скоро превратится в неподвижную огневую точку, потому что будет слишком тяжело. Кроме динамической защиты, на Т-90 был размещен комплекс оптико-электронного подавления Штора-1. Он рассеивает лазерный луч, по которому летит ПТУР, что приводит к потере его управления. По оценкам военных экспертов, Штора на 70% снижает вероятность поражения машины противотанковыми ракетами. На танк может устанавливаться не имеющая аналогов в мире система АРЕНА, автоматически уничтожающая на подлете снаряды зарядом обтечек. Именно эти методы защиты российской бронетехники интересовали американских военных после неудач во Второй Иракской войне, где Абрамсы поражались даже из обычного гранатомета. Мы им показали на Кубинке, показали эффективность нашей динамической защиты. Они, конечно, были поражены, восхищены. Современные российские танки благодаря прекрасным ходовым качествам в руках умелого механика-водителя проделывают фантастические трюки. Это надо просто видеть, когда танк идет на скорости, потом останавливается и под своей массой он как бы кланяется публике. Посмотрите на эти уникальные кадры, как 46-тонный Т-80 своим корпусом плавно вгоняет гвоздь, не сгибая его. Или как Т-90-е танцуют на полигоне. Подобные пируэты в реальном бою превратятся в смертоносные маневры, позволяющие одержать победу. Наш танк на сегодня не только не уступает аналогам зарубежных стран, таких, лидеров мирового танкостроения, которым является первую очередь Германия и Соединенные Штаты Америки, а по отдельным параметрам мы превосходим их. Одна из последних разработок уральских танкостроителей — боевая машина поддержки танков. Это абсолютно новый класс бронетехники, разработанный с учетом опыта боевых действий в локальных конфликтах 80-х-90-х годов. Скорострельные авиационные пушки и управляемые ракеты БМПТ способны уничтожить любые долговременные огневые точки, бронетехнику и вертолеты. Рядом с водителем располагаются два стрелка с автоматическими гранатометами, создающие шквал огня. При этом сплошная осколочная завеса не позволяет пехоте использовать свои противотанковые средства. Имея такую школу и такой огромный опыт в танкостроении, Россия просто не может быть не танковой державой. В начале 2004 года Великобритания, родина танков, неожиданно объявила о временном прекращении своей танкостроительной программы. Причиной этого стало неудачное применение боевых машин в последней Иракской войне. Встал вопрос, сохранится ли танк в новом веке как вид оружия. С подобным кризисом Россия столкнулась на несколько лет раньше и наши специалисты уже ответили на этот вопрос. Любая страна, имеющая протяженную сухопутную границу, как Россия, должна иметь танк. Сухопутную границу эффективно могут прикрывать только танк. Сегодня в России ведется интенсивный научный поиск облика танка будущего. Недавно в НИИ Трансмаш был создан проект электрического танка. Электродвигатель позволит боевой машине идти с большой скоростью почти бесшумно. Вооружение будет состоять из электромагнитной пушки, выстреливающей урановые стержни с гиперзвуковой скоростью. А снаряды противника, попав в электрическую броню, сгорят как предохранитель при коротком замыкании. Электричество будет питать и многочисленные приборы. Танк в перспективе рассматривается как боевая платформа, своеобразный модуль, на котором может монтироваться то или иное вооружение. С использованием самых передовых технологий, в том числе и технологий стелс. Есть идеи создания суперсистемы танк-человек, когда внешние датчики боевой машины будут воздействовать непосредственно на органы чувств танкистов. В шлемы экипажа, кроме привычной гарнитуры, будут установлены информационно-управляющие дисплеи, позволяющие наводить вооружение поворотом головы. К приборам перейдет работа по поиску целей, обмену информации о противнике с экипажами других танков и вертолёжах. Специальный компьютер подскажет экипажу выход из критической ситуации. 85 лет назад первый русский танк, борец за свободу товарищ Ленин, выехал во двор завода Красная Сормова. За эти годы на вооружение нашей армии было принято около 40 новых танков, но на каждый из них, как показывает статистика, приходилось по 10 экспериментальных машин. И сегодня научный поиск продолжается. Из самых фантастических проектов конструкторов должен родиться русский танк будущего, без которого невозможно обеспечить безопасность нашей страны. Ведь после ядерного оружия именно танки являются главной ударной силой сухопутных войск. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ